Стефан Цвейк. Цицерон. Умный и не очень храбрый человек, оказавшийся перед более сильным противником, поступит мудро, если уклонится от встречи без посрамления и переждет, пока не освободится путь. Марк Тулей Цицерон, первый гуманист Римской мировой империи, прекрасный оратор, защитник права, 30 лет служил унаследованному от предков закону и сохранению республики. Речи его запечатлены в аналах истории, его литературные труды написаны чеканным латинским языком. Он ненавидел беззаконие Кателины, продажность Верреса. Беззаконие Кателины, продажность Верреса. Кателина в 60-м году до нашей эры организовал заговор против республики. Цицерон, консул этого года, раскрыл заговор и ликвидировал его. Веррес, бывший наместник провинции Сицилия, сколотил преступными путями огромное состояние. Цицерон выступал обвинителем в процессе Верреса и добился его осуждения. Цицерон ненавидел угрожающую свободам римлян диктатуру победоносных полководцев. От труд Цицерона до република о государстве был в его время нравственным кодексом идеального государства. Но появилась более сильная личность — Юлий Цезарь, которого он поначалу, ни в чем не подозревая, стал поддерживать как более заслуженного и более уважаемого народом. И вдруг Цезарь, имевший неограниченную власть над армией, стал со своими гальскими легионами господином Италии. Ему стоило лишь протянуть руку, чтобы получить высшую власть над страной, которую Антоний предложил ему перед всем народом. Антоний вышел на форум, и, когда толпа расступилась перед ним, протянул Цезарю корону, обвитую лавровым венком. В народе, как было заранее подготовлено, раздались жидкие рукоплескания. Когда же Цезарь отверг корону, весь народ зааплодировал. После того к Антоний вторично поднес корону, опять раздались недружные хлопки. При вторичном отказе Цезаря вновь рукоплескали все. Лутарх, Цезарь, глава 61. Тщетно боролся Цицерон против единовластия Цезаря, который, перейдя Рубикон, приступил закон. Река Рубикон была границей между Италией и римской провинцией Цезальпинская Галлия. Цезарь 10 января 49 года до нашей эры, вопреки закону, перешел Рубикон со своими регионами и вторгся в Италию. Тщетно пытался Цицерон призвать последних ревнителей свободы выступить против насильника. Как всегда, когорты оказались сильнее слова. Цезарь, человек духа и дела одновременно, постоянно одерживал победу, и будь он, как большинство диктаторов, мстительным, то мог бы после своей блестящей победы легко устранить, или, по крайней мере, не упускать из вид этого упрямого защитника закона. Однако более чем всеми военными успехами Юлий Цезарь дорожил своим великодушием побежденным. Он дарит своему поверженному противнику Цицерону жизнь, никак не унизив его, единственно дав понять, что тому следует уйти из политических подмостков, на которых отныне выступать будет один он, Цезарь. Всем же прочим следует быть только немыми и послушными статистами. Человеку духа ничто не может быть более по нраву, чем исключение из общественной, из политической жизни. Художник-мыслитель возвращается в свой внутренний, нетронутый, нескрушимый мир, из той сферы, где нет места чести, а правит лишь насилие и коварство. Любая форма изгнания для человека духа является стимулом к внутренней собранности, и Цицерон с радостью встречает это благословенное несчастье. Убежденный диалектик постепенно приближается к старости. Постоянные волнения напряженной жизни оставляли ему мало времени для творческого обобщения всего пережитого. Как много противоречивого за последние годы пережил этот шестидесятилетний человек. Благодаря присущим его характеру упорству, изворотливости, благодаря духовным своим качествам, он, хомо новус, выходец из низов, добился всех официальных должностей, всех наград, которых отказано маленькому человеку из провинции, которые доступны были лишь родовой аристократии. Цицерон был сенатором, на 75-й год избирался квестером, на 69-й год претером, на 63-й год консулом, в 51-м, 50-м годах был наместник провинции Киликия. За поражение, нанесенное Кателине на ступенях Капитолия, его глубоко уважали сограждане. Сенат увенчал его почетным званием Патр-Патриае, отец Отечества. А затем, внезапно осужденный тем же сенатом, брошенный тем же народом, вынужден был отправиться в изгнание. При консулате Цицерона по решению сената, но не по суду, как полагалось по закону, были казнены два участника заговора Кателины, Ленту и Цетек. Цицерона привлекли к суду, он бежал из Рима и 16 месяцев провел в изгнании. Высокие должности, высокое положение были достигнуты им неутомимостью, не знающим усталость и трудом. Он вел процессы на форуме, командовал легионами на полях сражений, его избирали консулом республики, проконсулом провинции. Миллионы сестерцы прошли через его руки, его руками розданные, как долги. На полотене он владел прекраснейшим домом и увидел его в развалинах, сожженным и разоренным врагами. Изгнав Цицерона, Клодий сжег загородное его владение и городской дом, и на месте последнего построил храм свободы. Остальное имущество изгнанника он назначил к продаже, но напрасно глашатый день за днем объявлял о торгах. Никто ничего не покупал. Лутарх, Цицерон, глава 33. Он написал замечательные трактаты, выступал с классическими речами. Он родил детей и потерял их, был мужественным и слабовольным, упрямым и вновь угодливым. Перед ним многие преклонялись, многие его ненавидели. Он имел взрывной, неровный характер, был натурой болезненной, блестящей, в конечном счете привлекательной, но и вызывающей глубокое отвращение. Он стал выдающейся личностью своего времени, ибо был вовлечен во множество важных исторических событий на протяжении четырех десятков лет, эпохи Мария и Цезаря. Как никто другой, Цицерон прожил и пережил события своего времени, события мирового значения, и только для одного, для важнейшего, ему всегда недоставало времени бросить взгляд на свою жизнь. Этот неутомимый человек в суете своего тщеславия не мог найти времени, чтобы тихо и спокойно задуматься, подвести итог своим знаниям, своим мыслям. И вот, наконец, во время правления Цезаря, который исключил его из участия в Рес-Република, то есть государственных делах, у Цицерона появилась возможность плодотворно заняться Рес-Привата, то есть личными делами. Разочарованный покидает Цицерон форум, сенат, империю и диктатуры Юлии и Цезаря. Отвергнутым обладевает отвращение ко всему общественному, публичному. Он примиряется с этим, ворчит. Пусть другие защищают права народа, те, кто считают бои гладиаторов, другие игры, важнее свободы народа. Ему же следует перескать свою собственную внутреннюю свободу, найти ее и утвердиться в ней. Так впервые Марк Туллий Цицерон на шестидесятом году жизни, размышляя, всматривается в себя, в свой внутренний мир, чтобы показать миру, ради чего он, Цицерон, существовал и действовал. Родившийся художником, Марк Туллий Цицерон, лишь по ошибке попавший из мира книг в переменчивый мир политики, теперь пытается выстроить свою жизнь в соответствии с своими внутренними наклонностями, со своим возрастом. Он покидает Рим, шумную митрополию, и отправляется в Туску, нынешней Фраскати. Дом его расположен в чудесной местности. В мягких, затененных лесом неровностях холмы спускаются к кампании, в отдалении, в тишине и серебряно журчат источники. Наконец-то, после долгих лет, проведенных на рынках, на форуме, в военных лагерях, в пути, творческая, склонная к созерцанию личность, имеет условия, позволяющие полностью раскрыть свою душу. Соблазняющий и утомляющий город далек, всего лишь дымок на горизонте указывает на него, и все же достаточно близок, чтобы изгнальника частенько навещали гости для одухтворенной беседы. У него бывают и внутренне близкие Атик, и молодой Брут, молодой Касти, А однажды приехал опасный гость, диктатор, великий Юлий Цезарь. А когда нет римских друзей, то с ним рядом другие чудесные, никогда не разочаровывающие друзья, всегда готовые говорить и молчать. Книги, изумительную библиотеку, поистине неисчерпаемый источник мудрости, собрал Марк Тулит Цицерон в своем поместье, произведения греческих мудрецов, римские хроники и компендии законов. С такими друзьями всех времен и всех языков ни одного вечера одиноким не будешь. Утро принадлежит работе. Хозяина всегда ждет грамотный раб, готовый записывать диктуемые. Часы обеда и ужина коротает с ним нежно любимая дочь Туллия. Часы занятия с сыном каждый день приносят ему новые радостные волнения и развлечения, а затем последняя мудрость, шестидесятилетний, следует сладостной глупости старости, спит с молодой, моложе дочери женщины. Художник жизни наслаждается красотой не в мраморе, не в стихах, а в ее чувственной и чарующей сущности. Похоже, что на шестидесятом году Марк Туллий Цицерон, наконец, вернулся к самому себе. Теперь он философ, но более не демагог, писатель, но более не ритор, хозяин своего времени, а не усердный слуга народа, радеющий о его благе. Вместо того, чтобы на рынке выступать против продажных судей, энергично подчеркивая важность темы, он предпочитает убедительно, со знанием дела, рассказать своим подражателям об искусстве красноречия в трактате «Де ораторе» об ораторе и одновременно в трактате «Де санактуре» о старости, показать человеку мудрому, самому себе, что истинное достоинство старости состоит в том, что она учит покоряться судьбе. Лучшие, наиболее благозвучные его письма относятся ко времени, когда его потрясло несчастье, смерть любимой дочери Тулии. Это потрясение помогает им овладеть искусством достоинства философа. Он пишет «Те утешения, которые еще сегодня, спустя сотни лет, утешают многие тысячи людей, переживших подобные несчастья». Лишь изгнание сформировало для благодарных потомков великого писателя из когда-то ловкого оборотистов оратора. В течение этих трех спокойных лет он написал больше произведений, сделал для посмертной славы больше, чем за предыдущие тридцать, которые он расточительно отдал «Республика». Похожая жизнь вылепила его философу. На ежедневные письма и сообщения из Рима он почти не обращает внимания. Скорее гражданин некой вечной республики духа, чем Римской республики, которую оскопила диктатура Цезаря. Некогда учитель земных законов, сейчас он постиг горькую тайну, которую должен в конце концов узнать каждый общественный деятель. На длительное время защитить свободу масс невозможно. Защищать можно и нужно лишь свою собственную внутреннюю свободу. Так, гражданин мира, гуманист, философ, Марк Тулей Цицерон проводит благословенное лето, творческую осень, итальянскую зиму, в отдалении, как он предполагает, навсегда отдаление от приходящей политической суеты. Ежедневные вести и письма из Рима он едва просматривает, равнодушный, безразличный к игре, в которой более не принимает участие. Похоже, он стал гражданином некой невидимой республики, а не той, которая коррумпирована, изнасилована и не в состоянии противостоять террору. Но вот однажды, в мартовский полдень, в дом Цицерона врывается запыхавшийся, покрытый пылью гонец. Он едва в состоянии сообщить на форуме Рима «Убит Юлий Цезарь, диктатор!» и падает замертво на пол. Цицерон бледнеет. Еще несколько недель назад он сидел с великодушным победителем за этим стылом, и тот язвительно, даже враждебно говорил о своем опасном превосходстве, скептически оценивал свои военные триумфы, но все же Цицерон, побуждаемый внутренним своеверным духом, тайно чтил организаторские гении и гуманность своего единственного врага, внушающего ему уважение. Но при всем отвращении к вульгарным аргументам народа убийцы? Разве сам Юлий Цезарь со всеми его заслугами и достоинствами не пытался совершить самое чудовищное из всех убийств? Убийство Родины! Не был ли гений Цезаря опасностью для римской свободы? Если смерть его по-человечески и прискорбна, то все же преступление содействует победе священного дела, ибо поскольку Цезарь мертв, республика может снова возвратиться, и через эту смерть восторжествует благороднейшая идея идея свободы. Так преодолевает Цицерон свой первый испуг. Он не желал этого коварнейшего преступления. Впрочем, возможно, в глубине души не раз и отваживался желать. Хотя Брут, вырывая окровавленный кинжал из груди Цезаря, выкрикнул его, Цицерона, имя, и тем самым открыл того, кто внушил ему республиканские взгляды, и этим как бы поддержал его поступок. Но все же Брут и Кассии не посвятили его в тайну заговора. Теперь же, когда преступление уже совершено, его следует, по крайней мере, использовать для блага республики. Цицерон приходит к выводу, чтобы вернуться к старой римской свободе, следует переступить через этот царственный труп, и его Цицерона долг указать другим путь к свободе. Нельзя упустить этот неповторимый миг. В тот же день Цицерон покидает свои книги, свои рукописи, свой священный покой художника, сильно бьющимся сердцем, спешит он в Рим, чтобы спасти республику, подлинное наследие Цезаря, спасти ее, как от его убийц, так от его мстителей. Цицерона встречают сбитые с толку ошеломленные и растерянные жители Рима. Уже в час свершения преступления стало очевидно, что оно само по себе значительнее людей, совершивших его. Только убить, только устранить смогла наскоро собранная кучка заговорщиков, убить человека, превосходящего их во всем. А теперь, когда следовало воспользоваться плодами содеянного, беспомощные стоят они и не знают, что предпринять. Сенаторы колеблются, одобрить убийство или осудить его. Народ, давно привыкший к мелочной опеке твердой рукой, не решается высказать свое мнение. Антони и другие друзья Цезаря боятся заговорщиков, трясутся за свою жизнь. А заговорщики боятся друзей Цезаря, боятся их мести. Цезарь был убит в здании Сената, и Антони в одежде раба немедленно скрылся. Лутарх Антони Глава 14 В этом общем замешательстве единственным проявившим решимость оказывается Цицерон. Обычно сомневающийся боязливый, как все нервные люди и люди духа, он не колеблес выступил с оправданием свершившегося убийства, которым никакого участия не принимал. Смело выходит он на еще влажные от крови каменные плиты и славит перед собравшимися Сенатом устранение диктатора как победу республиканской идеи. «О мой народ, ты вновь вернулся к свободе!» восклицает он. «Бруд и Касси высвешили великое дело не только для Рима, но и для всего мира». В ряде своих работ о дружбе, о государстве, об обязанностях, тускуланские беседы и письмах Цицерон отрицательно отзывается о тиранах. В трактате об обязанностях Цицерон пишет «Возможно ли большее преступление, чем убийство?» Уж не говорю человека вообще, более этого близкого человека. Но неужели запятнал себя злодеянием тот, кто убил тирана? Это и был очень близкий ему человек. Римский народ из всех достославных поступков именно этот считает прекраснейшим. Одновременно он требует, чтобы это само в себе злодейское преступление рассматривалось лишь с точки зрения его высокой цели. Заговорщики должны энергично захватить власть в Риме. После смерти Цезаря, оставшимся без руководства, им следует немедленно предпринять все для спасения республики, для восстановления старых римских законов. Антоний должен принять консульство, Бруту и Кассию следует передать исполнительную власть. Впервые человек закона выступил за то, чтобы на один исторический миг нарушить закосневший закон, ради того, чтобы навсегда подчинить диктатуру закону. Но здесь сказала слабость заговорщиков. Лишь один акт они смогли подготовить, лишь совершить убийство, им досталось силы вонзить кинжала на пять дюймов вглубь тела безоружного, но этим их решимость оказалась исчерпанной. Вместо того, чтобы захватить власть и использовать ее для восстановления республики, они стали домогаться амнистии и вести переговоры с Антонием, они дали друзьям Цезаря возможность собраться и таким образом упустили драгоценное время. Цицерон прозорливо чувствует опасность, он видит, что Антоний готовится к ответному удару, который должен покончить не только с заговорщиками, но и с мубликанскими устремлениями народа. Цицерон предупреждает, горячо убеждает, выступает с речами, защищая заговорщиков, стремится побудить народ к решительным действиям, но ошибка присущей людям во все времена, сам он не действует. Все возможности теперь у него в руках. Сенат готов поддержать его, народ лишь ждет человека, который решительно и смело взял бы в руки бразды правления, выпавшие из крепких рук Цезаря. Никто не противился бы этому, все бы с облегчением вздохнули, если бы он захватил сейчас власть, обеспечил порядок в городе пораженным хаосом. Наконец-то! Через много лет после речи против Катерины в мартовские Иды 44-го года для Марка Тулия Цицерона наступил час всемирно исторического значения, час так страстно им ожидаемый. Он знал, как следует использовать это мгновение. Нам всем в школе рассказывали об этом событии совсем не так, как оно происходило на самом деле. В аналах Ливия в жизнеописаниях Плутарха Цицерон упомянут не просто как один из значительных писателей древнего мира, а как истинный гений римской свободы. Ему принадлежит бессмертная слава. Именно он на форуме Рима открыто заявил «Власть следует отобрать у диктатора и возвратить ее народу». Вновь и вновь в истории повторяется трагедия, когда человек духа, казалось бы, внутренне обязанный взять на себя ответственность, решающий столь столь редко становится человеком поступком. Вновь и вновь человеке духа в творческой личности рождается раздвоенность. Он лучше других современников видит безумие мира, его тянет вмешаться, и, повинуясь порыву, он со всей страстью бросается в политическую борьбу. Но в то же время он и колеблется. Он не уверен, следует ли отвечать насилием на насилие. Присущая ему внутренняя ответственность заставляет его бояться прибегать к насилию, террору, проливать кровь. И вот это колебание, эта боязнь совершить нечто непоправимое, чувство, поразившее его именно в этот единственный решающий час, не только запрещает ему проявить беспощадность, но и вообще парализует его силу. После первых признаков воодушевления Цицерон с опасной прозорливостью оценивает сложившееся положение. Он смотрит на заговорщиков, которых и видит, что они всего лишь малодушные люди, бегущие от тени с вершенными поступками. Он смотрит на народ и видит, что тут уже давно ничем не похож на прежний героический римский народ, которым он мечтал, это выродившийся плепс, думающий лишь о своей выгоде, о своих удовольствиях, требующий хлеба и зрелищ. Народ сегодня с восторгом приветствующий Брута и Касси, убийц, завтра Антония, призывающего к мести за убийство, а на третий день Донабеллу, топчущего изображение Цезаря. Цицерон понимает, никто в этом городе выродившихся людей уже не служит честной идее свободы. Все они хотят власти или наслаждения. Напрасно был устранен Цезарь, ибо все они теперь наперебой спорят о его наследстве, о его деньгах, его легионах, его власти лишь для себя, а не для священного римского дела, ищут они выгоды пользы. По прошествии двух недель после его неосторожного энтузиазма Цицероном овладевают усталость и неверие. Никого более не волнует идея восстановления республики. Национальное чувство угасло, понятие свободы исчезло, и он начинает испытывать отвращение к этой мерзкой сумятице. Он не питает более иллюзий относительно убедительности своих речей в оправдании убийства Цезаря. Чтобы спасти родину от гражданской войны он сыграл роль примирителя, сыграл ее неудачно, либо недостаточно убедительно, либо без должного мужества. Страну он предоставляет своей судьбе. В начале апреля Цицерон покидает Рим и возвращается вновь разочарованный своим книгам в свою уединенную виллу в поместье, что в местечке Путеолы у Неаполитанского залива. Вторично бежит Марк Тулий Цицерон из мира в свое одиночество. Теперь он наконец понял, что как ученый, как гуманист, как хранитель законов, он с самого начала оказался бессильным в сфере, где сила является правом, и отсутствие совести ценится выше мудрости и миролюбия. Потрясенный он вынужден признать, что та идеальная республика, которую он в грезах своих хотел бы дать родине, что восстановление старой римской нравственности в эти изнеженные времена нереально. Но поскольку сопротивляющийся материал не поддается его усилиям, он хочет, по крайней мере, спасти так страстно желаемое свою мечту для более мудрых людей будущего не должны. Не могут бесследно исчезнуть усилия, мечты, надежды, опыт, накопленный шестидесятилетним человеком. Нельзя им пропасть его смертью. И оценив свои силы, этот сломленный человек решает оставить последующим поколением завещаний. Так в эти дни своего одиночества он создает последнее и самое значительное свое произведение об обязанностях, учения об обязанностях человека перед собой и перед своим государством, обязанностях, которые должен исполнять независимый и нравственный человек. Это политическое и моральное завещание было написано Марком Тулием Цицероном в Путеолах осенью 44-го года, осенью его жизни. Сама форма трактата свидетельствует о том, что это произведение о взаимоотношениях индивидуума и государства является завещанием последним словом человека, ушедшего от общественной жизни и отказавшегося от всех политических пристрастий. Этот труд адресуется автором сыну. Цицерон откровенно признается в том, что он отстранился от общественной жизни не из безразличия к ней, а лишь потому, что, как свободомыслящий человек, как римский республиканец, считал служение нектатуре невозможным, несовместимым со своим достоинством, со своей честью. «Пока государство еще управляло с людьми, которых оно само выбирало, я посвящал свои силы, свой ум республика. Но с тех пор, как все оказалось под властью одного человека, уже не осталось возможности служить обществу или авторитету. С тех пор, как был упразднен сенат и закрылись суды, что мог бы он делать в сенате или на форуме, сохраняя самоуважение. Теперь же ему недоступна общественная политическая деятельность, пишущий досуга не имеет, и он не может излагать в законченной форме свое мировоззрение. Но, однако, оказавшись в вынужденном бездействии, он желает это свое бездействие, по крайней мере, использовать, следуя великолепным словам Сципиона, который говаривал, что он никогда не пользуется досугом в меньшей степени, чем тогда, когда он им пользуется, и никогда не бывает менее один, чем тогда, когда он один. Излагаемые в трактате мысли об отношении индивидуума к государству часто не новые и не оригинальны. Автор связывает прочитанное им со своим опытом. И в 60 лет диалектик не всегда становится писателем, компилятор творческой личностью. Однако, на этот раз воззрение Цицерона это ощущается по тону печали и горькой обиды, проникнутой иным пафосом. Во время кровавых гражданских войн, во время, когда орда претерианцев и партийных бандитов борются за власть, ум истинного гуманиста, сознавшего значимость нравственных ценностей и идеи терпимости, а таких, как всегда в подобные времена единицы, вновь грезит о вечной мечте, о спокойствии в мире. Справедливость и закон. Лишь они должны быть незыблемыми опорами государства. Властью в государстве должны обладать внутренние порядочные люди, а не демагоги, и тем самым будет обеспечиваться соблюдение законов. Никто не вправе навязать народу свою волю, свой произвол, и поэтому долгом и обязанностью каждого гражданина Рима является неподчинение воле любого подобного чистолюца. Всего этого коварного, нечестилого племени, стремящегося лишить народ власти. С ожесточением Цицерон непреклонный защитник независимости отвергает любую связь с диктатором, любую службу под его руководством. Ибо ничтожно то общество, в котором у власти стоит тиран, и высший долг в таком обществе есть воздержание от сотрудничества с властью. Цицерон утверждает, деспотизм насилует любое право. Истинная гармония в любом обществе может возникнуть лишь тогда, когда находящиеся у власти люди будут интересы общества ставить выше личных выгод, которые они могли бы получить благодаря своему положению. Общество выздоровеет лишь тогда, когда государство перестанет в роскоши и расточительстве проматывать свои материальные ценности, а будет распоряжаться ими разумно, притворяя их в ценности духовной и художественной. Когда аристократия откажется от своего воскомерия, а плебс вместо того, чтобы принимать взятки от демагогов и продавать государство какой-нибудь одной партии, потребует свои естественные права. Подобно всем гуманистам, сторонник середины Цицерон требует уравнивания имущественных и правовых контрастов. Рим не нуждается ни в каком суле, ни в каком цезаре, ни в каком гракхе, диктатура опасна, опасна и революция. Многое из того, о чем пишет Цицерон, сказано было Платоном в государстве, а теперь можем прочесть у Жан-Жака Руссо, в работах всех идеалистических утопистов. Но завещание Цицерона поразительным образом возвышает его над своим временем, ибо в нем заключено некое новое чувство, что за несколько десятков лет до возникновения христианства впервые нашло выражение в слове чувство гуманизма. В эпоху жестоких зверств, когда даже Цезарь, завоевав город, дает приказ отрубить руки двум тысячам пленников, когда пытки и гладиаторские бои, ежедневные казни и убийства обыденны, поднимается первый и единственный протест Цицерона против любого злоупотребления власти. Он осуждает милитаризм и империализм своего народа и эксплуатацию провинции и требует, чтобы страны никогда не присоединялись к римскому государству мечом, а единственно лишь через распространение культуры. и обычаев Он решительно высказывается против разграбления завоеванных городов и требует для тогдашнего Рима это требование абсурдно милосердия по отношению к бесправнейшим из бесправных грабан и бесправных судить по справедливости. Праведческим оком он видит гибель Рима из-за его побед, слишком быстро следующих одна за другой из-за ненормальных, исключительно насильственных завоеваний мира Рима. Начиная с диктатуры Суллы, нация начала вести войны лишь ради трофеев, ради добычи в государстве утрачена законность. И всегда, когда народ силой отнимает свободу у другого народа, боги таинственным образом мстят ему. Он лишается своей собственной удивительной силы, силы одиночества. Ради приходящих иллюзий империи, ведомые тщеславными военачальниками легионы, завоевывает Парфию и Персию, Германию и Британию, Испанию и Македонию. И в своем трактате Цицерон поднимает одинокий голос против этих опасных успехов. Он видит, что кровавый посев завоевательных войн даст более кровавый урожай гражданских войн, и бессильный защитник человечности торжественно заклинает своего сына чтить, как высший и важнейший идеал тесное взаимодействие людей. И вот человек, слишком долго бывший эритором, адвокатом и политиком, ради денег и славы, с равно блестящим мастерством защищавший и правое, и неправое дело, человек, который вмешивался в любое дело, добивался богатства, официального признания своих действительных и мнимых заслуг, рукоплесканий народа, наконец-то в осень своей жизни пришел к этому осознанию истины. Перед своей кончиной Марк Тулит Цицерон до сих пор лишь гуманист, становится первым защитником гуманизма. В то время как Цицерон в своем уединении таким образом спокойно и невозмутимо продумывает смысл и форму нравственной конституции государства, в Римской империи растет беспокойство. Ни Сенат, ни народ все еще не решили, следует ли убийц Цезаря восхвалять или подвергать изгнанию. Антоний вооружается для войны против Брута и Кассия и неожиданно становится претендентом на власть. Хочет оттеснить Активиана, которого Цезарь назначил своим наследником и который уже сейчас действительно может принять это наследие. Едва вернувшись в Италию, Активиан пишет Цицерону, желая получить его поддержку, но одновременно Антоний просит Цицерона приехать в Рим. В свои военные лагеря зовут Цицерона также Брут и Кассий. Активиан, внучатый племянник Гая Юлия Цезаря, усыновившего его своим завещанием, во время убийства Цезаря учился в Аполлонии. Этот древнегреческий город на территории современной Албании был крупным экономическим и культурным центром античного мира, разрушен в конце четвертого века нашей эры. Все они заискивают перед прославленным адвокатом, прося его защитить их дело, все они просят знаменитого оратора, чтобы тот сделал их неправое дело правым, как каждый политик, стремящийся к власти, но пока ее не добившийся, они ищут поддержку у человека духа, который затем с пренебрежением отбросит в сторону. И будь Цицерон прежним тщеславным, амбициозным политиком, он бы дал себя уговорить. Но Цицерон и устал, и обогативший жизненным опытом стал более мудрым, а усталость и мудрость нередко страдают опасным сходством. Он знает, что для него важнее всего сейчас это завершить свой трактат, навести порядок в своей жизни, в своих мыслях. И подобно тому, как Одиссей перед пением сирен заткнул свои уши, он плотно закрывает свое внутреннее ухо, чтобы не слышать манящие голоса, не откликается на зовы Антония, Октавиана, Брута и Касси, даже призывы Сената и своих друзей. Он пишет, чувствуя, что становится сильнее в слове, чем в действии, и мудрее в одиночестве, чем в кругу друзей. Он пишет, пишет свою книгу, и чувствуя, что она станет его прощальным словом этому миру. Лишь дописав свое завещание, он оглядывается. Положение в стране скверное. Его родина стоит на пороге гражданской войны. Антонию, захватившему деньги Цезаря и храма, удалось на эти украденные деньги собрать войско, но ему противостоят три армии, и каждая хорошо вооружена. Это армия Октавиана, Лепида и Брута с Кассием. Слишком поздно сейчас заниматься посредничеством, примирением враждующих сторон, теперь решается, будет ли над Римом господствовать новый Цезаризм, Цезаризм Антония, или возродится республика. В этот час каждый должен принять для себя решение, и очень осторожный, предусмотрительный человек, всегда искавший уравновешенности, стоявший между партиями или робко колеблющийся между ними, Марк, Тули, Цицерон тоже должен принять окончательное решение. И происходит странное. Едва Цицерон передал сыну свое завещание, трактат об обязанностях, он, пренебрегая жизнью, вновь обретает мужество. Он знает, что его политическая, его литературная карьера завершена. то, что он хотел сказать, он сказал, жить ему осталось не слишком долго. Он стар, свое дело сделал, так стоит ли защищать остаток жизни? И подобно тому, как до полусмерти загнанный зверь, чувствующий за спиной улай охотничьих собак, внезапно поворачивается и кидается на них, чтобы ускорить свой конец, Цицерон, поистине, презираясь, смерть бросается в самую гущу битвы, в самое опасное место. Месяцы и годы, имея дело лишь с безмолвным грифелем, он вновь берет на вооружение громовые стрелы ораторского искусства и мечет их во врагов республики. Потрясающая картина! В декабре этот убеленный сединами человек вновь стоит на форуме Рима, чтобы еще раз призвать римлян достойно выказать уважение своим предкам, доблестным нравам предков. Прекрасно осознавая опасность выступления безоружным против диктатора, собравшего вокруг себя вооруженные, готовые к походу и убийствам легионы, Сицерон мечет грома и молнии своих четырнадцати филиппик против узурпатора Антония, отказавшегося подчиниться Сенату. Изначально филиппики это серия обличительных политических статей демосфена против царя Филиппа Македонского. Сицерон сам назвал речи против Антония филиппиками, и это название они сохраняют по сей день. Лутарх Сицерон глава сорок восьмая Но тот, кто хочет призвать к мужеству других, убедительен лишь тогда, когда сам обладает мужеством. Цицерон знает, что сейчас на этом форуме он не праздно, как прежде, фехтует словами, а рискует жизнью за свои убеждения. Решительно признается он, стоя на трибуне перед рострой, «Я защищал республику еще молодым человеком, не изменяя ей постаревшей». Цицерон имел в виду свою речь в защиту Росция, обвиняемого в убийстве отца. Цицерон сумел показать, что имя убитого было задним числом внесено в уж закрытые проскрипционные списки, и его имущество оказалось в руках одного из помощников диктатора Сулы. Таким образом, уголовное дело превратилось в дело о беззакониях режима диктатора Сулы, а обвиняемого оправдали. Цицерону было 27 лет. Он продолжает, «С радостью готов отдать свою жизнь, если моя смерть поможет восстановить свободу нашему городу. Единственное мое желание, умирая, оставить римский народ свободным, большие милости бессмертные боги не могли бы мне дать». Настойчиво убеждает он народ и сенат, что сейчас нельзя терять время на переговоры с Антонием, следует поддержать Активиана, защищающего дело республики, хотя он и кровный родственник, и наследник Цезаря. Сейчас речь идет не о человеке, а о деле, о святом деле, о деле, по которому следует принять последнее чрезвычайно важное решение, речь идет о свободе. Когда это священнейшее наследие находится под угрозой, всякие колебания гибельны. Цицерон требует изгнания узурпатора, и убежденный противник войн, ненавидеев через полторы тысячи лет, Эразм, как и его учитель Цицерон, также будет ненавидеть смятение, принесет война, настаивает на формировании армии для защиты республики от диктатуры. В четырнадцати филиппиках, в четырнадцати речах, Цицерон уже не адвокат, выступавший в подчас сомнительных нечистых процессах, а защитник благородного дела, находит поистине великолепные, волнующие слушателей слова. «Пусть другие народы живут, если им это нравится, в рабстве обращается он к согражданам, мы, римляне, этого не хотим, не завоевав свободу, мы умрем». Если государство действительно дошло до последнего унижения, то народу, который завоевал мир, подобает вести себя так, как ведут себя на арене ставшие рабами гладиаторы, лучше умереть, глядя врагу в лицо, чем дать прикончить себя, как скот, предпочесть смерть в бою, жизни в позоре. Пораженный слушает сенат, слушает собравшийся народ эту филипику. Иные, возможно, знают, что такие слова осмеливались говорить лишь на рынках сотню лет назад. Скоро стране Цезарей придется лишь раболепно преклоняться перед мраморными статуями императоров и вместо прежних свободных речей разрешен будет только шепот льстецов и доносчиков. Трепет охватывает слушателей, трепет, вызванный и страхом, и восторгом перед этим старым человеком, который с отчаянным мужеством, хотя и потеряв в душе всякую надежду, защищает независимость людей духа и закон республики. Колеблись, они соглашаются с ним. Но пылающие факелы воодушевляющих слов уже не в состоянии зажечь обратившиеся в труху основы римской гордости, пока этот одинокий идеалист проповедует на рынках благородства, самопожертвования, за его спиной бессовестные повелители легионов уже заключают постыднейшие в римской истории соглашения. Тот самый Октавиан, которого Цицерон славил перед Сенатом как защитника республики, тот самый Лепид, статую которого за заслуги перед римским народом, Цицерон требовал установить в Риме, ибо Октавиана и Лепид он отличал, упадая, что они помогут отстранить от власти узурпатора Антония. Оба они сейчас предпочитают действовать в своих личных интересах, поскольку ни один из трех военачальников, ни Октавиан, ни Лепид, ни Антония не имея достаточных сил, чтобы в одиночку обладать римским государством, эти смертельные враги приходят к соглашению разделить между собой наследство Цезаря. Вместо великого Цезаря Рим внезапно получил трех ничтожных Цезарей. Наступает всемирно-исторический миг. Вместо того, чтобы подчиниться Сенату и соблюдать законы римского народа, три полководца объединяются, чтобы, создав триумвират, разделить так легко доставшуюся военную добычу гигантское, охватывающее три части света государство. На небольшом островке под Бононии у слияния река Рено и Лавино разбивается палатка, в которой должны встретиться три преступника. Само собой, разумеется, каждый из этих трех военачальников ненавидит остальных двух. Очень часто они в своих прокламациях называли друг друга негодяем, лжецом, узурпатором, врагом государства, вором, разбойником, не очень заботятся о том, насколько справедливо то или иное обвинение. Но людям, обуреваемым жажда и власти, важна лишь власть, а не убеждение добычи, а не честь. Приняв серьезные меры предосторожности, партнеры приближаются в согласованном месте друг к другу, и лишь после того, как будущие властелины мира убедятся в том, что ни один из них не имеет при себе оружия, и чтобы прикончить нового союзника, они обмениваются дружескими улыбками и входят в палатку, где должно быть заключено соглашение о создании триумвирата. Три дня Антоний, Активиан и Липид, без свидетелей находятся в этой палатке. Им следует решить три вопроса. Во-первых, надо определить, как разделить мир между собой. Этот вопрос они решают быстро. Активиан должен получить Африку и Нумидию, Антонии и Галлию, а Липид Испанию. Решение второго вопроса также не доставляет и много хлопот. Как раздобыть деньги для жалований легионеров и партийных прихвостней, которые уже несколько месяцев не выплачиваются? Проблема решается быстро. Деньги будут получены способом, который в те времена часто применялся. У наиболее богатых людей страны будет захвачено имущество, а для того, чтобы те не могли поднять по этому поводу шум и их сразу уничтожат. Удобно расположившись за столом три человека составляют проскрипционный список официальное оповещение о лицах, поставленных вне закона, включивших в себя две тысячи именные более богатых людей Италии, среди них сто сенаторов. Каждый называет тех, кого знает, в том числе своих личных врагов, и противников. Таким образом, после решения территориального вопроса новым триумвиратом быстро и полюбованно был разрешен вопрос экономический. Затем триумвиры приступают к решению последнего вопроса. Тот, кто хочет учредить диктатуру и желает быть уверенным в своем господстве, должен прежде всего принудить к молчанию вечных противников любой тирании, независимых людей, защитников неистребимой утопии, права на духовную свободу. Первое имя этот последний список вносит Антоний. Имя Марка Тулия Цицерона. Этот человек узнал истинную сущность Антония и открыто сказал об этом. Он опаснее всех, потому что обладает силой духа и волей к независимости. Его следует убрать с дороги. Активиан пугается и сопротивляется. Еще молодой, неокончательно очерствевший в горниле подлой политики, он боится начать карьеру властелина с убийства знаменитейшего писателя Италии. Цицерон был самым преданным его защитником, прославлял его перед народом и сенатом. Всего несколько месяцев назад Активиан смиренно обращался к Цицерону за помощью, за советом и с глубоким уважением называл старого человека своим истинным отцом. Активиану стыдно, и он упорствует в своем сопротивлении. Следуя правильному инстинкту, что делает ему честь, он не хочет отдать мерзкому кинжалу наемного убийцы этого прославленного знатока латинского языка. Но Антоний настаивает, он отчетливо представляет себе, что дух и власть вечно враждует между собой, и никто не может быть опаснее для диктатуры, чем человек, великолепно владеющий словом. Три дня идет борьба за голову Цицерона. Наконец, Активиан уступает, и имя Цицерона завершает идуально не самый постыдный документ римской истории. Этим и проскрипционными списками выносится окончательный смертный приговор из публики. В конце концов, уважение к родственникам и любовь к друзьям склонились перед лютой злобой к неприятелям, и Активиан уступил Антонию Цицерона, а тот ему Луце Цезаря, своего дядю по матери. Липиду был отдан в жертву его брат Павел. Нет, и не было ничего ужаснее и бесчеловечнее этого обмена. Лутарх Антоний Глава 19 В час, когда Цицерон узнает об объединении трех прежних заклятых врагов, он уже понимает, что обречен. Цицерон очень хорошо знает, что грабитель Антоний, которого Шекспир напрасно облагородил, клеймен каленым железом слова и настолько поражен низкими инстинктами ненависти, тщеславия, лютости, бессовестности, что не может рассчитывать на великодушное отношение к себе такого жестокого насильника, как Цезарь. Если Цицерон хотел спасти свою жизнь, то единственным логичным действием для него стало бы немедленное бегство. Ему следовало бежать в Грецию, к Бруту и Кассию, к Катону, в последний военный лагерь республиканской свободы. Там он, по крайней мере, получал защиту от уже посланных к нему наемных убийц. И действительно, поставленный мне закон и человек дважды, трижды пытается бежать. Он готовится к бегству, уведомляет об этом друзей, садится на корабль и отправляется в путь. Но вновь и вновь Цицерон в последний момент прерывает плавание и возвращается назад. Кто однажды узнал безотрадность изгнания, тот испытывает наслаждение даже в опасности грозящей ему на родине, чувствует недостойность жизни в вечном бегстве. Таинственная воля, лежащая по ту сторону здравого смысла, более того, вопреки здравому смыслу, понуждает Цицерона подчиниться ожидающей его судьбе. Еще несколько дней отдыха жаждет человек, уставший от своего уже обреченного существования. Немного поразмышлять, написать несколько писем, прочесть две-три книги и пусть свершится то, что ему определено. Эти последние месяцы Цицерон скрывается то в одном, то в другом своем поместье. Каждый раз меняя укрытие, едва появляется опасность, но так полностью от нее и не избавишься. Словно человек в горячке, который беспрестанно меняет подушки, Цицерон постоянно меняет эти свои ненадежные укрытия, не в силах решить окончательно выйти ли ему навстречу своей судьбе или уклониться от нее. Этой готовностью принять смерть, он как бы неосознанно желает следовать той норме поведения, сформулированной им в трактате о старости, согласно которой старому человеку не следует не искать смерти, не избегать ее, а когда она придет, спокойно принять ее. Для сильного духом не существует постыдной смерти. Поэтому уже на пути к Сицилии Цицерон внезапно приказывает своим людям опять повернуть назад к враждебной Италии и высаживается в Каэти, нынешние Гаэти, где у него имеется небольшое поместье. Усталость не только членов и нервов, усталость от жизни и таинственная тоска по смерти по своей земле одолели его, лишь бы еще раз отдохнуть, еще немного подышать сладким воздухом Родины, проститься с ней, проститься с миром, отдохнуть, успокоиться, пусть день или всего лишь час. Едва высадившись на берег, он благовейно поклоняется священным ларам, хранителям домашнего очага. Он устал, шестидесяти четырехлетний старик, морское путешествие утомило его. Он растягивается в кубикулум среди множества значений этого слова спальня и склеп и закрывает глаза, чтобы насладиться в мягком сне вечным покоем. Но едва Цицерон лег, в помещение вбегает преданный раб. Возле дома он увидел подозрительных людей с оружием. На протяжении многих лет Цицерон был добр к этому правителю своего поместья. И в благодарность за это тот сговорился с убийцами, предал своего хозяина. Цицерон мог бы бежать, быстро скрыться, носилки готовы, рабы хотят вооружиться и задержать убийц на время, пока он короткой дорогой не доберется до судна, где окажется в безопасности. Старый обессильный человек отказывается. К чему это? Говорит он. Я слишком устал, чтобы бежать. Я устал жить. Дай мне умереть здесь, в стране, которую я спасал. Все же старый слуга убеждает его. Вооруженные рабы несут носилки к берегу окольным путем, через маленький лесок, к спасительному кораблю, но предатель, домоправитель его поместья не хочет потерять полученные им позорные деньги. Он быстро зовет Сантуриона, и вот с нескими воинами бежит за носилками и догоняет свою жертву. Вооруженные слуги окружают носилки и готовятся к сопротивлению, но Цицерон приказывает им отступиться. Свою жизнь он уже прожил, к чему же жертвовать другими, более молодыми жизнями? В этот последний час увечно колеблющегося, неуверенного в себе и лишь изредка выказывающего мужество человека нет никакого страха. Он чувствует, что показать себя истинным римлянином может лишь в последнем испытании, если он прямо пойдет навстречу смерти. по его приказу слуги отходят от насилок. Безоружный, без сопротивления он подставляет седую голову убийцам с высокими продуманными словами. Я всегда знал, что родился смертным. Но убийцам не философия нужна, им нужны деньги, они не медлят, сильным ударом меча Центурион поражает беззащитного человека. Согласно Плутарху, Цицерону убил Центурион Геренний и военный трибун Попилий, которого Цицерон когда-то защищал от обвинения в отцу убийстве. Плутарх, Цицерон, глава 48. Так умирает Марк Тулий Цицерон, последний защитник римской свободы, проявивший в этот свой последний час больше героизма, мужества и решительности, чем в тысячи и тысячи часов прожитой им жизни. За трагедией следует кровавый фарс. Из-за настойчивости, с которой Антоний требовал именно этой смерти, убийцы предположили, что голова их жертвы должна иметь особую ценность, естественно, не ценность для духовной культуры современного мира и мира людей будущего, а скорее особую ценность для заказчика кровавого преступления. Чтобы тот не усомнился в выполнении своего приказа, они решили представить ему убедительное доказательство передать лично Антонию голову убитого. Сунув голову и отрубленные руки в мешок палачи спешат с кроводочащей ношей в Рим, чтобы обрадовать диктатора сообщением с преданнейшим защитником Римской Республики покончено общепринятым способом. Мелкий палач Сантурион рассчитал правильно. Большой палач приказавший совершить убийство не скупя соплачивает свою радость. Ему доставили эту добычу и он глядел на нее счастливый и долго смеялся от радости а потом наглядевшись велел выставить на форуме на ораторском возвышении Путарх Антоний глава двадцатая теперь когда Антоний ограбил и убил две тысячи самых богатых людей Италии он может наконец проявить щедрость миллион сестерций дает он Центуриону за окровавленный мешок с оскверненной головой и отрубленными руками Цицерона но жажда мести Антония еще не утолена тупая ненависть кровопийца к убитому измышляет для Цицерона особое бесчестие Антоний не понимает что этот поступок на вечные времена обесчестит его самого он то думал что глумится над умершим но скорее на глазах у всех оскорблял судьбу и позорил свою власть Лутарх Антоний глава 20 Антоний приказывает голову и руки Цицерона прибить гвоздями к ростре что возвышается над трибуной оратора который Цицерон призывал народ защищать римскую свободу против Антония на следующий день римскому народу было явлено позорное зрелище над кафедрой оратора с которой Цицерон произносил свои бессмертные речи висит мертвенно-бледная голова последнего защитника свободы огромный ржавый гвоздь протыкает лоб на котором рождались тысячи мыслей горько сжаты бескромные губы которые лучше любого другого чеканили литые латинские фразы бледные веки закрывают глаза многие десятилетия бдительно наблюдавшие за республикой бессильно висят руки писавшие изумительнейшие письма своего времени но никакие обвинения власти в жестокости безумной ярости беззаконии высказанные с этой трибуны великим оратором не говорят так убедительно против вечного бесправия чинимого властью как во немая голова в страхе теснятся люди у опозоренной ростры подавленные посрамленные отходят в сторону уступая место другим никто не решился диктатура на протест но спазмы сжимают их сердца и потрясенные они опускают глаза долу вид этим трагическим символом их распятой республики приятного сжимают кайф на полчаса